Ассаламу алейкум, рахматуллах и барракяту. Скажите, пожалуйста, если обращаться с просьбой к мёртвым, например, к пророку, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, или к кому-то из непорочных имамов, алейхимуссалам, каким образом до них дойдёт моё обращение и услышат ли они меня, если я буду обращаться к ним из любой точки мира или только когда я буду находиться рядом с их могилой. Итак, алейкум ассаламу алейкум, рахматуллах и барракяту, по поводу того, как слышат мёртвые. Во-первых, мёртвые слышат точно так же, как слышим мы, точно так же. И совершенно мы, люди, слышим не ушами. То есть, тот, кто по-настоящему слышит и воспринимает вот эту вот слуховую информацию, является дух, а не тело и не уши, не этот орган. И ясным доказательством тому является тот, что когда дух покидает тело, то этот, чтобы рядом с этим ухом не происходило, ух не способен это воспринимать. Он не воспринимает, не слышит. Или же другой пример, когда мы спим, мы видим сны, то мы слышим некие вещи. Некие звуки, которых нет рядом с нашим телом. Человек, который сидит рядом с нами и, например, ковыряется в телефоне, в то время, когда мы спим, этот человек эти звуки не слышит. Эти звуки слышим только мы, те, кто спит и видит сон. Что это за звуки? Слышим ли мы эти звуки посредством уха? Конечно же, нет. Эти звуки, эта информация звуковая, слуховая, она воспринимается нашим духом. А этот дух, когда отделяется от тела и уходит из этого мира, в другой мир, он не перестаёт существовать. И даже более того, его жизнь, как мы уже сказали чуть ранее, более интенсивна, чем жизнь в этом мире. Почему? Потому что последующая жизнь, жизнь после этой жизни, она намного интенсивнее, намного качественнее. И одним из факторов и признаков качественной жизни, более интенсивной жизни, является более сильный интенсивный слух и восприятие информации, восприятие знаний, получение и принятие знаний. То есть, чем живее существо, тем более оно знающее. Чем живее существо, тем больше у неё возможности воспринимать знания, воспринимать информацию. Поэтому, во-первых, слышат те, кто ушли из этой жизни точно так же, как и мы, непосредством уха, точно так же, как и мы слышим непосредством уха. Да, в какой-то мере этот орган является инструментом, но воспринимает информацию не ухо, воспринимает информацию наш дух, который способен воспринять эту информацию, слуховую информацию, и без этого органа, если отделиться от тела. Как это, например, происходит во сне. Ибо сон это та же смерть, но частичная. То есть, полное отделение духа от тела это смерть, частичное отделение духа от тела это сон. Во время сна дух частично отделяется от тела, именно поэтому, когда мы, немножко попытавшись разбудить человека спящегося, он приходит в себя. То есть, он не полностью оторван от этого тела. Или мы можем, допустим, нашептать этому человеку, который спит, что-то на ухо, и он что-то смутное будет воспринимать. Очень смутно, не полностью, неотчётливо. Смутно что-то будет воспринимать из того, что мы шепчем ему на ухо. Почему? Потому что он отделён от духа. Дух отделён от тела, но не полностью, а только частично. Поэтому дух именно является тем созданием, которое воспринимает эту информацию, принимает эту информацию. И также в связи с этим можно привести несколько аятов Священного Корана, на которые ссылаются люди, которые хотят сказать, что те люди, которые ушли из этого мира, они не слышат. Например, очень часто можно услышать отсылку на эти аяты Священного Корана. Это 30-я сура, сура Ар-рум, и 52-й, и 53-й аяты, где Всевышний изволил сказать, «Ва иннаки ла тусми уль маута, ва ла тусми у сумма дуа, ида валлау мудбирин». То есть Всевышний говорит, «Ты не можешь, о посланник Аллаха, ты не можешь заставить мертвецов слышать, и ты не можешь заставить мертвецов и глухих услышать». «Ва ла тусми у сумма дуа». Что услышать? Услышать призыв, услышать твой призыв. То есть Всевышний, обращаясь к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи ва ла салям, говорит, «О посланник, ты не можешь заставить мертвецов и глухих слышать твой призыв». В этом, а я из священного Корана, Всевышний говорит о тех, кто мёртв своим сердцем. Потому что о неверующих речь идёт, о тех, кто находится здесь, в этом мире, не тех, кто ушёл из этой жизни. Ибо именно они являются мертвецами. Настоящими мертвецами являются неверные. Ибо они настоящей жизнью не обладают. Ибо настоящая жизнь заложена Всевышним в вере. Настоящая жизнь находится в вере. И изучив эти аяты, предыдущие и последующие аяты данной суры, вы можете легко в этом убедиться, что здесь речь идёт о неверных, о тех, кто лишён веры. О тех, у кого нет веры. Именно их Всевышний неоднократно в священном Коране называют мертвецами, называют глухими, немыми и слепыми. А не тех, кто ушёл из этой жизни. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова